Девушки отдыхают С отдельными этапами чемпионата России по ралли-рейдам Так, сегодняшняя программа целиком посвящена Бахе Северный лес Единственному в мире соревнованию подобного рода Вообще, за время существования ралли-рейдов А дисциплина эта относительно молодая Выросло и количество участников, и количество этапов Поэтому давайте вспомним год прошедший Его самые волнующие моменты Проедешь столько, что никто не поверит Спектрол Автомобиль будет, в свое время падает ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Автоспортивный сезон в этом году открывали одновременно две гонки чемпионата России. Ралли пьяной в Тверской области и баха Северный лес, что под Ленинградом. Увы, Российская автомобильная федерация приняла решение провести эти соревнования. Соревнования в одни выходные. Нам, как и многим другим журналистам, пришлось выбирать. У каждого экипажа есть свои любимые этапы гонки трассы. Баха Северный лес пользуется особой популярностью именно у фаворитов. Гонка очень скоростная, и не все готовы преодолеть психологический барьер. Ну что ж, условия для всех одинаковые, а значит, борьба должна быть честной. Новое введение этого этапа GPS-контроллеры, установленные за день до начала соревнований, нареканий не вызывали. Эти маленькие коробочки с высокой точностью должны запечатлевать и маршрут, и скорость автомобиля. Теперь на трассе Влосево, в так называемых зонах ОС, участках ограничения скорости, милиционеров с радарами не будет. Все показатели с GPS-контроллеров будут сниматься ежедневно. Это поможет избежать проблем, возникших год назад. Напомню, что на Северном лесе 2004 из-за неквалифицированной работы милиционера разразился скандал, вследствие чего даже отменили награждение. Пролог и все торжества по поводу открытия соревнований состоялись на стадионе технических видов спорта в Санкт-Петербурге. Участники, уже поставившие свои автомобили в закрытый парк, отправились на трибуны, где специально для них и, естественно, для постепенно подтягивающихся зрителей было предусмотрено шоу. Для начала на трассу выпустили молодых мотокроссменов. Те показали, что можно делать с мотоциклом. Затем на трассу пролога выехали юные дарования из секции баги-картинга. Не успели детишки закончить заезд, как над стадионом стали разноситься голоса легендарной группы-песняры, которые, несмотря на мороз, спели вживую. А что же участники? У них еще есть немного времени перед стартом. Время, которое можно провести в приятной беседе с друзьями, точнее, с соперниками. Вот, например, неспешным шагом идет по закрытому парку действующий чемпион России по ралл-рейдам Алексей Беркут. Команда, за которой он ездит уже не первый сезон, в этом году сменила название. Мы решили поинтересоваться, с чем это связано и кто был инициатором. Я не являюсь инициатором, ну, собственно, как я и не являюсь хозяином команды и ее, как бы, президентом. Поэтому вопрос надо задавать господину Букатову, нашему президенту, почти царю. Вот, поэтому, наверное, он лучше ответит. Мы с клубом «Динамо» давно вели переговоры. Просто, как бы, неожиданно все произошло, поэтому мы не успели там ни форму подготовить, ни все машины нормально переклеить. Но мы очень рады, что мы договорились. Общество знаменитое, с большими традициями. Поэтому, как бы, не случайно совершенно эта организация. Кроме того, в составе команды ВМП «Динамо Моторспорт» на Северном лесе выступает суперзвезда российского автоспорта Алексей Васильев. Действующий призер в командном зачете из серии гонок «Фиаджи Ти». А вот и другая команда-фаворит «Нартайм», которая в этом году опять получила приставку «Тест». Это значит, что команда опять, как и в 2003 году, будет тестировать новый автопарк. Лидер команды «Руслан Мизиков» к сезону 2005 года обзавелся интересным автомобилем. Автомобиль «Ниссан Навара» построен на пространственной раме, относящейся к категории прототипов класса Т2. На ней стоит трехлитровый двигатель «Рено», сегментальная шестиступенчатая коробка передач. Мощность на стенде мы замеряли, после того, как привезли машину в Россию, выдает порядка 280 лошадей и момент 47 килограмм. Преимущество за счет длинной базы, расстояние между передними и задними колесами 3 метра. К «Нартайму» присоединился действующий чемпион в национальном зачете Бенемин Джипаев на «УАЗе». Владимир Семенов на этот раз придет в бой «Тойоту Лэнд Крузер». А Дмитрий Павлов обещает, что совсем скоро мы увидим его новый автомобиль «Киеви». Так ласково называет «Москвич» свой «Киа Спорт Эйдж». В каком же классе будет участвовать Павлов? «Национальный класс, она калининградской сборке. Да, в общем, по характеристикам машина очень похожа на «Шеви-Нилу». Только мы надеемся, что она будет немножечко крепче». Команда «Яровид» выставила на стаб 4 экипажа, среди которых фаворитами можно считать Леонида Новицкого и Алексея Бирюкова. «Москвичи» из георейда временно вынуждены участвовать в гонках без своего лидера, Семена Смирнова, который не смог приехать на Баху-Северный лес из-за проблем со здоровьем. Когда же мы снова сможем увидеть Семена Смирнова на российских гонках? «Семен Смирнов, я думаю, появится либо на следующей, либо через гонку». «Какого самочувствия?» «Сейчас ничего, неплохо». А пока на его машине выступает молодой, горячий, но весьма перспективный пилот Виктор Сыропятов. Трасса пролога представляла собой два круга. Общая протяженность – 2 километра. Организаторы даже сколотили деревянный трамплин для пущей зрелищности. В первом на старт вышел Алексей Беркут и неожиданно для всех ошибся в медленном повороте. Потерянное время не позволило Алексею попасть в первую десятку. Обратите внимание на автомобиль Беркута. «Пикап L200 подготовлен для сельского хозяйства. Перевозки и картошки в основном. 100 лошадиных сил, дизельный мотор, 2,5 литра, полный привод. В общем, недорогая такая хозяйственная машина, очень удобная». На трассе пролога случилось и пару незначительных вылетов. В исполнении двух пилотов «Яровита» – Павла Логинова и Андрея Бирюкова. Неудачники пролога по правилам проведения ралли-рейдов выйдут на старт в субботу последних. Эффектные прыжки на трамплине показались самой яркой частью прохождения дистанции. Конечно, зрелищными здесь были автомобили самого серьезного класса – Т-2 прототипы. Однако порадовали зрители и участники национального зачета. Самый титулованный автокроссмен России Бенимин Джипаев показал фигуры высшего пилота. А знаменитый турбодет Анатолий Викторов уж очень неудачно приземлился после трамплина, вследствие чего у него развалился до дней нужно. Алексей Васильев вывел на старт автомобиль собственной конструкции, построенной на базе Subaru Impreza. Машина имеет оригинальное название ВРС – Васильевс ралли-кар. Алексей занял на прологе почетное четвертым. Лучший результат долгое время удерживал Борис Гадасин. Однако на старт вышел Борис Букатов и проехал трассу на 3 секунды быстрее Гадасина. Таким образом, Букатов одержал победу на прологе. Все, наверное, кто занимается спортом, учатся вождению, да, мы сейчас просто стали больше этому уделять внимание. Мы ездили к Юрию Боровикову в Тольятти, там покатались на трассе, где параллельно у них проходят гонки на кубокладовой машине. Я думаю, что довольно-таки много дало, может быть, как бы это пролог как раз отсюда и вылез. Третий результат пролога показал еще один представитель команды ВМП «Динамо Моторспорт» Денис Семыкин. В категории Т1 лучшим оказался Виктор Сарапятов, впервые выехавший на гонку после полученной им травмы в Хазарских степях. В субботний день соревнований гонщикам предстояло преодолеть 284 километра. Конфигурация трассы по сравнению с прошлыми годами практически не изменилась, разве что лесных узких дорожек стало меньше. А вот широких раллийных участков осталось столько же. Как итог, гонка стала более скоростной. Утро в Северном лесу встретили 43 экипажа. Многие оценили красоту пейзажа, заснеженный лес, заброшенные церквушки и линия Маннергейма. Но это в основном штурмонад. Дорога скользкая и с каждым новым кругом будет все опаснее. Соответственно, цена ошибки очень высока. Да и мороз крикчал. Чтобы избежать затыгов на трассе, организаторы урезали устки и участки. А чтобы не было проблем с круговыми, четыре круга трассы разделили на два скоростных участка. Между ними организовали Ренор. А в чем, на взгляд, самих участников изменилась гонка по сравнению с предыдущими сезонами? Ну, я бы не сказал, что есть большие перемены, потому что примерно трасса та же самая. Мне кажется, что уровень немного выше. Гонка супер. То есть, понятно, что зимние условия, подготовка трассы достаточно сложная. И Игорь Кан, я считаю, очень здорово учел все замечания и сделал лучшую гонку. Пока. Пока она, с моей точки зрения, лучше. Гонка, по моему мнению, очень интересная. Трасса просто, наверное, можно сильно поставить 5 баллов. Очень хорошо организована сама часть безопасности. Я не знаю других дел административных. Но вот трасса очень хорошо размечена. То есть, реально его можно отнести по уровню именно как трассы к европейским бахам. Вообще-то трасса была гораздо интереснее, более скоростная. И я бы сказал, вообще-то, если исключить, наверное, на мой взгляд, очередные судейские ошибки, то вообще гонка получилась очень хорошей. Итак, скоростной участок номер один. 200 километров. Алексею Домановскому приходится совершить вынужденную остановку на трассе, отъехав лишь несколько километров от старта. Заклинило тормоза, а служать пришлось тем, что есть под рукой. Снегом. Час времени потерян. На середине того же круга стали появляться проблемы с обгонами. Вот, например, Алексей Богданов, догнавший Леонида Новицкого. А Новицкий, может, и рад бы пропустить, да только негде узко. Теперь ехать ему вот так до первого кармана на трассе. Борис Букатов, стартовавший первым, круг проехал явно не в полную силу. Вчера выиграли пролог. Это для нас неожиданность была, давай скажем честно. И приняли решение ехать первыми. Оказались, как-то не совсем психологически, наверное, готовы. И первый круг мы откровенно слили фактически. Но потом разгонялись, вот не знаю, я еще не знаю результаты последнего круга. Но, думаю, боль Гадасина догнали. Однако после первого скоростного участка его результат оказался шестым абсолютным зачетом. Неплохо, если учитывать, что первые 80 километров, по мнению самого пилота, были откровенно проигрывали. Стоит отметить, что прогресс Букатова налицо. Залог успеха, наверное, в постоянных тренировках. Конечно же, в хорошей машине. Кстати, Букатов на этой гонке пилотирует чемпионскую поджару Алексея Беркута. В чем же принципиально отличие его новой машины от старой? В прошлом году мы ездили на короткой, на дизельной. Эта машина бензиновая, здесь не кулачковая, а секондральная коробка стоит. И она просто побыстрее, постабильнее в поворотах. Ну, как бы просто машина стабильная и прыгает лучше. Владимир Семенов из Нортайма вылетел с трассы. Помочь ему выбраться из столь затруднительной ситуации вызвался турбодет Анатолий Викторов. Оказалось не так просто, как казалось. Машину пришлось дергать в пять приемов, да еще и нагоняющих пропускать. У Бенемина Джапаева день не заладился с самого утра. Проблемы с мотором машина просто не едет. И это видно невооруженным взглядом. По словам самого пилота, УАЗик и на прологе-то не особенно гнал. Механики теряются в догадках. Из-за этого мотора Джапаев сотни километров откатал на пестах. А сюда приехали и на тебе. Борис Гадасин оказался четвертым после первого скоростного участка дня. Объясняет свою медленную езду ошибками в настройках. Да уж, всем бы так медленно ездить. Перед стартом второго спецучастка мы обнаружили кое-какие, как минимум, внешние повреждения на машине Андрея Бирюкова. Оказалось, приложился камень, когда прибрался в какой-то сугол. Загадочная история случилась с экипажем Дмитрия Павлов. Дмитрий Павлов. Значит, все было хорошо, прекрасно. Катились мы по плану. До первого места нам оставалось совсем чуть-чуть. Можно сказать, когда мы его практически взяли, у нас открутилась гайка рулевого управления. Как это произошло, не знаю. Команда проводит расследование служебное. Потому что, в общем, дело пахнет криминалом. Гаечка открутилась на большой скорости и в повороте. И улетели мы в лес на скорости за 100 километров. В общем, чудом не попав в сосну. Когда мы решили наверстать упущенное, у нас открутилась вторая гайка, стартера. И поэтому причина столь нашего такого глобального недовольства сегодня. Юрий Боровиков наконец-таки едет в национальном классе на машине, позаимствованной у Винокурова. Говорит, что мощности не хватает, зато едет стабильно, без лишних нервов. Неприятная история сложилась вокруг Алексея Васильева. Судя по всему, ему просто никто не объяснил, что если тебя на трассе догнали, и уже стучатся в задний бампер, надо бы прижаться к обочине, да пропустить. После Су-1 претензии к Васильеву были как минимум у трех экипажей. А во время ренорминга опытный Сергей Гиря разъяснил знаменитому кольцевику, что к чему. Так что на втором допе проблем уже не возникало. Это опять-таки связано только, видимо, с Винни-Пио. Они поставили себе такую тактику, они после пролога выбрали такую же позицию. То есть пустили вперед Букатова, и дальше всеми силами пытались держать всех остальных. Нас Семыкин держал 30 километров. Штурман не пускал кнопку сигнала. Ну, как бы, все заснято на камеру, он там стоит на борту. Я думаю, что если захотеть, можно показать, судим, это будет аргумент. Ну, вот некорректно. Павел Логинов из Яровита в субботний день испытал полный спектр удовольствия. Срезало помпу, нет гидроусилителя руля, охлаждение двигателя и зарядки. А без гидроусилителя ехать непросто. Два раза развернуло, один раз даже в сосну въехали. Но ребята сильно не расстраиваются. Машина новая, гонка тестовая. А вы в команде «Рджаз» разыгралась драма. Александр Олейников обгонял Бартника, а Бартник столкнул. Не специально, конечно же, Олейникова в кювет. Да так сильно, что гонка для него и закончилась. Вытащить «Рджазовца» помог Богдан Сухецкий из Украины, который, по сути, работал метлой. После того, как Богдан вытащил из неудобной ситуации Олейникова, по пути ему встретился Елышев примерно в такой же позе. А что делать? Сухецкий дернул и его. А на последнем круге свалился в кювет, пробил колесо Андрей Бирюков. Минут 15 потеряно. Сразу же после того, как убрался Бирюков, вылетел с трассы его главный соперник в Т-1 Илья Кузнецов. В итоге лидером в Т-1 стал Виктор Сыропятов, который, кстати, осторожно едет на «Тойоте» Семена Смирнова. И у него есть кое-какие претензии к трассе. Ну, конечно, на рейдовой, на ралли-рейдовой машине интереснее на лесных дорожках, потому что, ну, напрямую давишь газ уже, там, продавливаешь полик, а хочется дальше, а дальше нету. Вы спросите, а где же Руслан Мисиков? Шестая строчка протокола. Но почему? Всем известно, что лидер «Нардтайма» способен на большее. Все дело в автомобиле. Для российских условий, вот именно для зимы, есть небольшой недостаток, что отсутствует стабилизатор поперечной устойчивости. И на такой извилистой скользкой дороге у него избытывающая поворачиваемость. То есть, в общем-то, мы могли сегодня ехать более агрессивнее, более быстрее, но, к сожалению, отсутствие стабилизаторов нам это не дало. По итогам дня третий результат оказался у опытного Сергея Гирия. Он преодолел 284 километра трассы за 3 часа и 19 минут, отстав от лидера на 2 с небольшим минут. Вторым стал Алексей Беркуль, стартовавший, кстати, в этом году на Париж-Дакаре. Он проехал трассу первого дня на полминуты быстрее Гирии. Уехали нормально, в принципе, спокойно. Один раз дерево дорогу прибежало, и все, больше не видели никаких животных. А кто же лидер? Лучшее время в субботний день показал Константин Жильцов. При этом пилот Нортайма опередил действующего чемпиона почти на 2 минуты. Попробовали просто с самого начала взять несколько темп, больше, чем, как, ну, то есть, ну, не раскачиваясь, попробовать. Тем более, как бы наш инженер команды попросил настойчиво утром, ребята, не расхолаживайтесь, дайте, попробуйте сначала. То есть, раскатились быстро вначале, стало получаться, тем более стали более расслаблено, более, вот, без мандража, без какой-то напряженности. Вроде пошло-пошло и... В принципе, на этом можно было бы закончить рассказ о субботнем дне соревнований, но... В начале нашего повествования мы рассказывали о GPS-контроллерах. Вечером со всех машин были сняты показания. И результаты субботнего дня были объявлены предварительными. А пока нет утвержденных результатов, нельзя выпустить стартовую ведомость. В воскресное утро старт был назначен на 9 часов. Наша съемочная группа, чтобы не пропустить все самое интересное, десантировалась туда к 7 утра. А в 10 выяснилось, что старт задерживают на полтора часа. Из-за чего? А потому что половина участников получила пенализацию. И результаты вчерашнего дня были серьезно изменены. Как же так получилось? Неужели так много спортсменов пытаются обыграть соперников в нечестной борьбе? С точки зрения буквы закона, конечно, правильно. Никто не сказал, что после линии, где начинается зона ОС, есть полоса для оттормаживания, и также нет до окончания полоса для разгона. Но поскольку это новое, все-таки нужно было, и мое мнение, что нужно было объяснить это более подробно, как эта система работает. Сам лидер питерского Нордтайма тоже пострадал, но по вине штурмана. Сергей Шатинский просто не успел сообщить своему пилоту о начале зоны ОС. Экипаж промчал деревню со скоростью 120 км в час. Пенализация составила целый час. В воскресный день можно было ехать просто себе в удовольствие. Да, не хотел бы я быть на месте Шатинского в тот момент. Но помчались, попутно вытащили из канавы прибравшегося Алексея Васильева, а еще выясняли отношения с Горбачевичем. Ехали-ехали, догнали его в лесном участке, где достаточно узко. Ну, по сигналю ему предупредили, чтобы он сзади, чтобы он выбрал место для обгона. Он нашел, как он сказал сейчас в его слов, что он понял, что дальше будет узко, и лучше пропустить здесь. И стал сдавать вправо. Когда пошли на обгон, его отбросило от брустера, мы стали уходить ударом и напрыгнули на деревья. Но, слава богу, скорость была невысокая. Мы сдали зад, и мы снова продолжили свое движение. На последнем суде станции гонку покинул Алексей Богдан. Взорвался мотор. Произошел взрыв, много дыма, много пламени. В национальном зачете появилась интрига. Выигравший вчерашний день Олег Белов на Ниве сошел с дистанции. В лидеры вышел Юрий Боровиков из Торьяти. У Бенемина Джипаева, ремонтировавший свой лазик всю ночь, появился шанс догнать Боровикову. Но, забегая вперед, хочется сказать, что победителем национального зачета все же стал опытный Тольятти. Александр Николаев из команды Ярослава Соловьева поймал крышу так, что его Митсубиси Паджеро стал похож на колобка немножко. Вот такой тюнинг по-русски. Сергей Суховенко, заметно прибавивший в последний день, положил на крышу своего Бизона за 12 километров до финиша последнего круга. Увы. А самая обидная ситуация случилась со вчерашним лидером, Константином Жильцовым. Назначенная пенализация в 15 минут откинула его за пределы лидирующей тройки. Костя бушил из себя. Пошел, я думаю, только в Москве. Потому что, вот смотри, пример очень простой. Здесь старт КВ в одном месте, треугольный столб какой-то, от которого мнительно надо что-то отсчитывать. В одном месте. Там вот стоят еще два треугольных столб. Нет, этот вопрос я услышал на самом деле. Крубышка о закрытии зоны ОС нет. И вы ориентируетесь, что зона, а нет зоны ОС у треугольного столба. Интригу абсолютного зачета поддержали Алексей Беркут и Сергей Гиря. Именно между ними завязалась ожесточенная борьба. Ну, мы первый круг, даже, наверное, слишком аккуратно ехали. Сергею Олеговичу немножко проиграли. Наверное, минуту мы ему отдали. Потом, когда проезжали сервис, уже нам сказали наши механики, что не надо так ехать, надо ехать немножко побыстрее. Мы добавили. Ну, и забрали минутку назад. И, в общем-то, результат, я думаю, нормальный получился. А на третью позицию общего зачета неожиданно, как в прошлом году, поднялся Андрей Новиков из команды «Крас Моторспорт». В зачетной группе Т-1 Григорий Телерейко из Ростова-на-Дону объехал-таки Виктора Сарапятова из Москвы. Зато третье место в этом классе досталось экипажу из команды «Георейд». Дмитрию Теключеву. А затем были разговоры о том, кто и на каком месте мог бы быть, если бы не пенализация. Однако протест подал только Андрей Бирюков. КСК его отменило. На наш вопрос лидеру «Яровита» о пожеланиях организатору тот ответил. Вообще хотелось бы пожелать не только Северному лесу, но и другим этапам лучшего судейства. Это основная беда и основная проблема, которую сегодня чемпионат имеет. И я думаю, что судьи, те, которые этим вопросом занимаются, недостойны. И, в принципе, опять-таки, мы будем поддерживать те инициативы, которые высказывают другие команды по поиску или замене судейских бригад, которые работают на чемпионате. Баха «Северный лес» 2005 в будущем году намерен обороться за международный статус. На гонке присутствовал специально приглашенный представитель ФИА, который, естественно, улыбался и говорил, что ему все нравится. А как считают наши спортсмены, есть ли шанс у нашего снежного чуда стать международной гонкой? Конечно, фиашникам или там иностранным гонщикам или организаторам иностранным. Вот у меня есть такое, какое-то паспудное, паспудная мысль, что им не очень хочется. Думаю, эта гонка не самый лучший вариант для международной трассы, если честно. Тем более с такой организацией. Ну, я думаю, что шансы 50 и 50, либо включат, либо не включат. Не, ну, на самом деле, учитывая, что Филипп Рей приезжает уже второй раз, ему очень нравится эта гонка, он мечтает принять в ней участие сам в качестве штурма. Приехал сейчас наблюдатель ФИА, Марк Рой, и он находится просто под такими впечатлениями, начиная с первого дня. Ему очень все нравится, он просто фотографирует, он что-то записывает, ходит, у него улыбка не сходит с лица, как у Санта-Клауса. А вот и долгожданный миг награждения. Победители получают заслуженные награды, а те, кому не удалось в этот раз попасть на подиум, обязательно добьются успеха в следующий раз. Я думал, что ралли-рейт это что-то ужасно тяжелое, и бородатые мужики, выпив водки, ломятся через леса, кто из них быстрее. А глядя на сегодняшнюю гонку, просто понимая, что это профессионалы, которые могут фигарить, мчаться очень быстро и в чемпионате по ралли, и, наверное, кольцевых гонках. Проедешь столько, что никто не поверит. Спектрол.